А с Громовым мы уже, знаешь, после Афгании встречались как-то, а он, его после Афганистана назначили командующими войсками Киевского военного округа. И что-то встречаемся, и он сказал фразу, а я считал, что Ахмад Шах уже погиб. Я думаю, как хорошо, что мы оттуда вообще живыми вышли, если командар даже не знает, жив или погиб его главный друг. Ну ладно. Эта личность, она все равно была интересной, мне приятно. Что мы сегодня как будем отдыхать? Отдыхать мы будем вот так. Так, я сегодня хочу немножко вспомнить советских журналистов. Советское время. Не все его помнят, и, может, и не нужно его помнить, но иногда интересно, что было до. Но начну с афганской песни, которая все-таки называется «Шуточная песня о советской печати». Мне она почему нравится, я, может, единственную песню написал, которая стала народной, у которой потом появилось много авторов. Я вот это не только на магнитофонах слышал, я лично слышал на концертах. «Эту песню написал наш солдат, который служил там, потом, значит, погиб, та-та-та-та-та-та-та-та-та». Но они все называли эту песню «Песня об афганской армии». А я написал и печатал ее песню, шуточную песню о советской печати. Спасибо, Саждая. А я чувствую, что много, да. То есть нам, к сожалению, вот здесь, присутствующим журналистам, приходилось что-то маскировать. И когда писать о подвигах наших там ребят, то говоришь, что это сделали афганцы. Афганские солдаты и в Кандагаре, и в Газни, и в Балхе, и в Кабуле. Войска афганские одни, ну так и прут под пулей. Слишком долгое вступление, и поэтому я пропустил несколько куплетов. Нет, тысяча, да. А, их да, отца. Ладно, ладно. Ну, меня этот Вадим Сергеевич, да, при всем притом. Спасибо, Вадим, ты очень хорошо читаешь мои стихи, да. Кстати, что меня всегда пугает, извините, сегодня тоже будет происходить. Когда мы пишем что-то, поэты или барды, мы часто пишем о чужого имени. А, как бы, это понимают, что ты пишешь от своего имени. И вот неудобно, когда я пою военные песни, все кажется, что вот, вот такой, типа, герой там. Ну, никакие мы герои, но мы журналисты. И, а журналист это по-своему тоже герой. Что он должен делать? Ты должен не вмешиваться в ситуацию, понимаете. Даже если тебе дают автомат, это не значит, что ты должен стрелять. Ты должен смотреть, как происходит там, как все прочее. Ладно. А вообще журналистика начинается с районной печати. Для меня родная газета, это была Шуйские известия. Это город Шуй Ивановской области. Вот. Но она раньше называлась, кстати, гораздо более гордо, знамя коммунизма. И я там напечатал, правда, не репортажи, а первые стихи. А потом был период, когда у меня была любовь в Шуйских известиях. И была любовь в Крывейском музее. Вот песня о Шуе, о Крывейском музее, о Шуйской газете. Ну, там есть какая-то строчка, там, пора звонить в милицию, чтобы, типа, закрылся на замок. Почему звонить в милицию? Потому что, когда последний сотрудник уходит из музея, он обязан закрыть дверь и позвонить в милицию, чтобы взяли на охрану. А дальше песня о районной печати. От дома офицерского вдоль парка пионерского до самой, до редакции не чуя рук и ног. Сейчас взойду по лесенке, и спета моя песенка. Но шуйские известия закрыты на замок. Но шуйские известия закрыты на замок. К любви дорога дальняя, когда статьи моральные. На ум дороге стареньком стучит все дни, дружок. Ах, надо бы было ласкою, и жизнь могла б стать сказкою. Но шуйские известия закрыты на замок. Но шуйские известия закрыты на замок. Что ж мне искать отечество в музее краеведчества? Я б с головой в историю, уйти б навряд ли б смог. Смотрю на экспозицию, пора звонить в милицию, Чтоб шуйский краеведческий закрылся на замок. Чтоб шуйский краеведческий закрылся на замок. Вот песня называется «Первый плач» специального корреспондента. А первая строчка будет такая. «Поздние ночи на улице Горького». А почему на улице Горького? Я пришел в правду, пришел лейтенантом. Что меня удивило с самого начала? Я в правде стал получать меньше денег, Чем я лейтенантом получал в войсках. Вот все говорят, ну какие там зажравшиеся журналисты. В правде тем более. Ну ладно. А опять, почему улица Горького? Правда располагалась на улице Правды. А улицы Правды не было в Москве. В Москве был тупик правды. В него можно было заехать с Ленинградского проспекта, Но выехать с него было нельзя. Он упирался в Нижнюю Масловку, Но там можно было пройти только дворами на Нижнюю Масловку. Ну вот. Но зато от нас ходила какая-то маршрутка, И она как раз доходила до улицы Горького, До площади Пушкина. И там, где располагались газеты «Известия». Конечно, мы завидовали известенцам. Тем более была такая легенда, Что в «Известиях» секретарша более красивая, чем у нас. Но потом оказалось, что это легенда. У нас были получше. Сейчас. Поздней ночью на улице Горького, Когда номер подписан в печаль, Слаб ты, друг, ощущения горькие С молодецкого скинуть плечам. Вот идешь ты, дурной и прокуренный, Почернев от газетного дня. В голове твоей заштукатуренной Не пылает святого огня. Ничего тебе нынче не может, Сон, и глядишь ты, исполнена тоски. Как на девичьих крашенных рожицах Под ресницами тлеют зрачки. Хороши длинноногие бестии Жаль, в чужом огороде поют. Говорят, что в газете «Известия» Всем таких секретарш выдают. А вокруг рестораны до гульбища, Разжинцовая в них молодежь. В недубленном спецкоровском рубище Ты стыдливо сторонкой идешь. И пока до твоей однокомнатной Громыхает полночный трамвай, Размечтайся о чуде каком-нибудь, Но жене ее не называй. Свежь на кухне котлетку холодную, Не спеши освещение включать. Она лейка сто грамм за свободную, За советскую нашу печаль. С каждым годом она все могучее, Вкруг нее вся страна сплочена. Так не стой, окна словно чучело, Ни черта не видать из окна. Ну, извините, но я предупреждал. Вот особенно первую сегодня часть до перерыва Мы работаем два раза. Сначала поем сейчас, Часик неполный, Потом сделаем перерыв минут на 15, Потом еще немножко поем, Потом у нас еще будет примерно час на общение. Здесь мы должны закончить в 6 часов. То есть у нас будет время еще нормально. Ну вот, а первую часть я буду, Извините, не все здесь связаны с журналистикой, Хотя очень многие я смотрю в зале. Вот, связаны с журналистикой песни. Песенка репортера. Я имею право это петь, Потому что я был не просто спецкор военного отдела, А последние годы работы в «Правде», Я стал заместителем редактора «Правды» по отделу информации. Ну, то есть, в принципе, репортер. Рекорды бьют или прохожих Откроете газетный лист, Официально вам доложит Оперативный журналист Придет, услышит и запишет, Уедет, сверит, передаст. Где прохудилась в доме крыша, Где обнаружен углепласт, Где пятилетку за три года, Где с конфискацией пять лет, Где в речку бросили отходы, А где уже и речки нет, И с виноводством в Конотопе, И наводнение в Баку, И положение в Европе, Ты должен выплавить строку, А у тебя жена и дети, Из Магадана школьный друг. Одни ходить, Другого встретить, И не гроша в кармане брюк, Висит строгач за опозданием, И за зеленое вином, И три отложенных свидания, С актрисой театра и кино, Но, 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 Но с виноводством в Конотопе, Но наводнение в Баку, Но положение в Европе, Ты должен выплавить строку, Ну, извините, Немножко буду вас сегодня грузить, Раз решил о журналистах, Вот это тоже. Вот странно, В советские времена, В газетах, в журналах, Был довольно большой штат. Сейчас там 3-4, там, Ну, 5 человек, Выпускают какую-то газету, Думаешь, ну что, Значит, в советской времена Все были бездельники, что ли, Дураки там, да. В какой-то степени, Может быть, и права молодежь, Но, вот, например, Правда получала, по-моему, 1200, нет, обожди, Миллион 200 тысяч писем в год. Миллион 200 тысяч в год. Представляете, да? И, вот я помню, Что мне каждый день Секретарша с утра Приносила на стол Вот такую пухлую пачку писем, Там, швырял, Отвечай, скотина-то. А просто так, Отписки давать было неудобно, Потому что, вот тогда, В советские времена, В газету верили больше, Чем во все остальное, там. И в партии, и прочее, И в правительстве. Вот, и плюс тому, Приходилось писать статьи Не только от своего имени, Там, да? А то надо было Провить авторские материалы. Потом приходилось писать Довольно много За чужие имена. То есть, там, Деятели там партийные, Или деятели военные, Деятели политические. То есть, ты пишешь За их подписью, да? Потом были какие-то Дежурства редакционные по газете, Потому что в советские времена Каждая ошибка, Даже какая-то буквенная, Это было вообще ЧП. То есть, мы специально дежурили, Чтобы никакой Орфографической ошибки Хоть маленькой не было, да? Потом заседание партбюро, Потом заседание получше комиссии. То есть, получается, Что каждый раз Домой приезжали Где-то после 12 ночи. И думаешь, А где дети-то? Вон. И кто они-то? Вот у меня такая песня была. Все. У меня жена и дети, Я их помню и люблю, Я работаю в газете, Десять строчек порублю, Десять строчек, Десять писем, Десять авторских статей, По неволе независим От жены и от детей. Дальше будет одна фамилия, Капралов. А Капралов, Кто люди постарше, Может вспомнить, Он вел кинопанораму. Вот такой был интересный человек, да. А я еще чем был связан, В Серебряном бару У нас были дачи, Он переехал в какую-то Более хорошую дачу, А мне дали Капраловскую дачу, И там везде все эти киношные афиши. А еще я не завишу От музеев и премьер, Пусть о них другие пишут, Ну, Капралов, например. Не завишу от гуляний Вдоль садового кольца, Не завишу от свиданий От глазенок в пол лица. Я завишу от газеты, Это орган о-го-го, О-го-го, зависит где-то От пират моего. Все зависимо на свете, Так зависло, что не в мочь. У меня жена и дети, Сыновья нет, сын и дочь. У меня жена и дети, Сыновья нет, сын и дочь. Второй плач специального корреспондента, Так песню называется. Когда пришел в газету я, Была любовь, была семья, Священный трепет и святые перспективы. Я ездил в дальние края, Когда бы были там, где я, Не все из вас по возвращению Были б живы. Когда пришел в газету я, Она была моя, твоя, Родней, чем первая семья, Ни чем вторая. И говорил я, не то я, Мой репортаж, моя статья, Мол, прочитай, я тут почти не привираю. Когда пришел в газету я, Как было весело, друзья, Какие люди были здесь, А секретарши трудолюбивей муравья. Все дни работал с ними, Я работал я, Пока они не стали старшим. Когда пришел в газету я, Мне говорил, совету я, Члены, говорит, коллеги, Редактор по отделу, Он говорил, статья твоя, Хоть не изменит ничего, Но в перспективе ты Помог святому делу. И вот минуло десять лет, Газета есть, а счастья нет, И в свой отдельный кабинет Шагаешь хмуром, Все разговоры тет-а-тет, А коллективок сгинул след, Коля не покажет, Фильм отдел литературы. И вот когда сидишь в кино, И все вокруг темным темно, Вдруг понимаешь, что давно Ты влип во что-то, Что ни семьи, ни ни любви, Лишь руки в краске, Как в крови, да на ротации Оно твоя работа. И ни семьи, и ни любви, Лишь руки в краске, Как в крови, да на ротации Оно твоя работа. А вот все-таки, Когда выбирались в командировках, В командировке Бывали разные ситуации, В том числе и такие, Что какое-то событие, Ты выезжаешь на события, А события нету. В Москву вроде возвращаться Как-то глупо, и сидишь, ждешь. Вот у меня такая песня есть, Письмо жене из командировки. Ты учти, ты возьми на заметку, Я одною тобою дышу. Если выполнят здесь пятилетку, Я в газете тебе напишу. Здесь, по-моему, Сеют чего-то, Строят дом, ну, А может быть, дом. В общем, как они кончут работу, Мы с известенцем в баню пойдем. С красной нитью рубахи наденем, Краюгольный камень раскалим, Посидим, а потом по пельменям, А потом по... ну, поговорим. Без тебя я безумерно скучаю Одинокой все ночи и дни. Женщин попросту не замечаю, Да к тому же двоятся они. В общем, ты там возьми на заметку, Я одною тобою дышу. Если выполнят здесь пятилетку, Репортажи к тебе напишу. Дело не во мне лично, Но в правде все было странно. Ну, например, меня в правду, Человек, который вообще никогда Ни одной строчки в журналистике Не написал, кроме стихов, Пригласил Тимур Гайдар. Это сын, я считаю, великого Нашего писателя Аркадия Петровича Гайдара И отец балбеса, Друга моей юности, Егорки Гайдара. В одной, кстати, газете, Уже перестроительных времен, Был заголовок, Полковник Верстаков Был примером для Егора Гайдара. Я думаю, ни хрена себе. Да, да, да. Я потом ребятам говорил, Слушайте, ребят, Если я был бы примером, То это самое, он бы не стал. Да, ну, Егорка был маленький, Болезненный, толстенький мальчик, Которого использовали, На самом деле он сам по себе, Ну, ладно. Ладно, ладно, да, хрен. Его используют за фамилию. Вот. Ну, а Тимур Гайдар, Он был редактор военного отдела «Правда», Я уже помню, сегодня говорил или нет. Но он был действительно реальный подводник. Здесь у нас присутствуют люди из флота, Которые меня поймут. Юра, он был старпом на Балтике, Старпом лодки. Это же нормальный должен, да. Ну, естественно, дизельный, Как все на Балтике, да. Вот. И потом стал редактором Военного отдела «Правда». И где-то увидел мои стихи, У него был какой-то бзик, Он думал, что... И он мне говорил, Что человек, который пишет стихи, Может все. Вот. И когда слетал первый раз Неофициально в Афганистан, А потом уже Тимур официально туда поехал, Он говорит, «Витя, напиши такую песню, Что мне в Афгании Не хотелось бы застерилиться, А у него, как у отца, кстати, У Аркадия Петровича, писателя, Был суицидальный синдром. Он всегда хотел, Вот Тимур всегда хотел Покончить жизнь в самоубийстве. Я у него пистолет вырывал, Там еще что-то. А отец Аркадий Петрович, Гайдар, да, Он тоже несколько раз пытался Покончить жизнь в самоубийстве. Ну, ладно, в общем, Тимур меня просил, Напиши такую песню, Что мне в Афгании было весело И возвратиться бы хотелось. Я говорю, Ну, сделаем, Написал. Уехал же в Афганистан, Он видел очень много стран, Тогда чего он там не видел. Там миллионы мусульман, Там миллиарды мусульман, Там сорок тысяч мусульман В готовом виде. Не за свою НДИПА, Все это странная толпа, Надо не упять раз творить намаз. Но были слухи, Что у Кармалева брака Есть кто-то преданный в ЦК, Один мулайский шлака, И две старухи. Уехал же в Афганистан, А там Колым, А там Коран, Там не гуляй по вечерам, Там феодальным, Там разговор ведут, Чуть свет, То пулемет, То пистолет, А у него оружия нет, Он шеф лояльный. Уехал шеф за гендукуш, А там война идет к тому ж, Плюс девальвация И прочие напасти. Но не беда, Не в первый раз, За рубежами шеф у нас, А двадцать дней пройдут, Как час, И снова здрасте. Вот и... Сейчас. И журналистских встреч, Их было столько много, Что, конечно, Они ничего не запоминают. Но вот мне иногда запоминаются фразы. Вот я запомнил фразу, В Афганистане вот одна девушка говорит, Если бы вы знали, Как нас встретили, А если в двух словах, То ситуация была такая, Я куда-то вышел с десантниками На боевые действия, Сильно испугался. И когда вернулись в гарнизон, На меня офицеры посмотрели, Говорят, нет, Говорят, этому водка не поможет. И они пригласили медсестер Из соседнего инфекционного госпиталя. Ну, и с одной из них Меня оставили наедине. И она говорила вот одну фразу, Буквально. Ну, чуть-чуть. А вот я об этом и написал. Если бы вы знали, Как нас встретили, Девушка рыдает под рукой, Много смысловые междометия, Невозможно с девушкой такой. Я ж ни за деньгами, ни за чеками, Смотрит из-под лоб я чуде дыша, Девушка с подкрашенными веками, Девушка с подкрашенными веками, С чистой обидой малышам. А они по возрасту построили, Говорили вслух про нашу стать. Мы, конечно, не были героями, Но хотели с сестрами им стать. Говорит и гладит плечи пыленые, Плечи беспогонные мои. Если бы друг друга полюбили мы, Я б ушел из правды и семьи. Только я люблю другую женщину, А сестра, не ведая про то, С лейтенантом раненым повенчанным, Без ноги отправленным в цитон. Пью чаи в застолье палаточном, С медсестрой десантного полка, Моего молчания достаточно, Чтобы она сидела так близка. Если бы вы знали, что за мальчики, Я к ними сквозь пламя доползу, Говорит и вытирает пальчиком С пыльных щек моих свою слезу. Если бы вы знали, как их встретили. Еще одна песня о журналистской встрече. Там, где служил Игорь Николаевич Морозов, Один из основоположников афганской песни, С которой мы здесь по очереди выступаем. Юра, когда должен выступать Морозов? 3 июня, да? Ну, на всех случаях запомнен. Ну вот, это не про него песни, Но про одного человека, Который служил в те же места. Вы бывали в Бодохшане? Не ходите никогда. Вот спою, капитане, раз хотите туда, Я спою о том, как тужит, Как перловку ест с ножа, Как он родине там служит, Головой не дорожа. А еще добавить надо, Как по взорванным мостам, Он дошел до Файзабада И навек остался там. Пусть подпиленные пули Воют около плеча, Порткомиссия в Кабуле Объявляет строгачам. А за что? За то, что строго запрещает пить Коран. Только он-то, слава Богу, Наш советский капитан, Он живет не по исламу, У него одна жена, Он порой про Божью маму Говорит, как сатана. Он сунита, не шиита, От бревна не отличит. Ну, хватил какой напиток? Не дерется, не кричит. Так скажите, Бога ради, В чем виновен капитан? Тот, что служит Файзабадина На горе Бодохшан. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот у меня был Приятель в правде, Как ни странно, Из международников, Мы очень сильно делились На внутренних международников. Но его, так Вадим, который сегодня Начинал наш вечер Ну ладно, не важно Короче, умный или не умный Был Серега Филатов, который Тоже, как и я, любил петь песни Чем глупее, тем лучше У него была одна песня Где я помню куплет По данным ЮНЕСКО А это не свист Лишь тридцать с довеском Живет журналист Ну я думаю В этой песне немножко перебор Но тем более мы Из выживших, но вообще, честно говоря Журналисты мрут, как мухи Да, да Журналисты умирают очень часто И не из-за того, что Обязательно их убивают, а просто нервная Психовная профессия Ну иногда и убивают, кстати Песня Быть может Смерть уже Стоит у изголовья И утром навсегда Расстанемся с тобой И все-таки Любовь Останется Любовью И все-таки Война Останется Войной И все-таки Любовь Останется Любовью И все-таки Война Останется Войной Распахнуто окном Ветрами Гендукуша Маячет Маячет за окном Гражданская Война Зачем В чужих Горах Мы Сохранили Душу На нынешней Войне Душа Нам не Нужна Усеяна Земля Осколками Державы Куда Не Сделай Шаг Кровавые Следы Не Обрести В бою Ни Вечности Ни Славы Ни Честного Креста Ни Жестяной Звезды Быть Может Смерть Уже Стоит У Изголовья И утром Навсегда Расстанемся С тобой И все-таки Любовь Останется Любовью И все-таки Война Останется Войной И все-таки Любовь Останется Любовью И все-таки Война Останется Войной Мы уже до осени встретимся На всякий случай вам говорю, что Ну, сегодня такие все замечательные люди Ну, все, конечно, свои дела Но если получится у вас То мы где-то встретимся в середине ноября этого года Да, в субботу тоже в 15 Да, ближе к 19 дню ракетчиков Которых я имею честь представлять вместе с моими друзьями Вот, но, а сейчас перед нами что стоит? Еще стоит 9 мая, 22 июня Чем дольше живешь, не хочу сейчас ничего говорить Длинно, но понимаешь, что без той Великой войны Все было бы балаган Песня напрямую с этим и связана, но все-таки, да Офицерский роман Мы служили и жили и верили в них Офицерский роман Он для тех, кто постаршен Он для тех, кто случайно остался в живых Полковой барабан громыхает все глушен Все обыденней пули Опять бы навек Но невидимый кто-то Подпевает полголоса там на войне А вот песни напрямую не связаны Но с этим, да Я еще сегодня хочу вспомнить эти Не эти, а этот Роковой самолет в Сирию Который грохнулся у нас около Сочи Я на нем летел В смысле, раньше рейсом Я потом уточнил, да Тот же экипаж, тот же самолет И там погибли мои друзья С кем я вместе выступал Это из ансамбля Александра Солисты там Ну, буквально, друзья И пили, и ели И ссорились, чуть не дарались Вот, ну И, да И тогда же вместе, я помню, летели советники там Ребята-полковники Ну, для меня сейчас уже Они все, кажется, молодежь, щенки Хотя полковники, да И я помню, их провожали там Из Министерства обороны Говорят, ребята, вы, главное, возвращайтесь живыми там Потому что они летели с советниками В несуществующую сирийскую армию Ну, если даже существующую Это так смутно существующую, да Потом где-то были сообщения Ну, я помню, что одного парня звали Роман С полковником С кем мы выпивали перед полетом там И все прочее Вот, а потом погиб какой-то Роман Галицкий Возможно, тот Роман Возможно, не тот С нами еще ребята летели Которые много всяких военных грузов Таких, молодые Но явно видно, что это как Из войск специальных операций Да С ними я так не очень даже там Как и общался Но понятно, что вот эти ребята Должны выживать там В особых случаях Потом смотрю Какой-то там парень Да, вызвал огонь на себя Погиб И вот вспомнился Афганистан У меня была такая песня Где вот именно встречаются с теми людьми Которые вот Вот ты сейчас с ними поговоришь Песенки попоешь Я туда гитару не брал Но у них обычно всегда бывали гитары И журналисту, так можете писать В палатке дощатые нары И восемь хороших парней В палатке играет гитара Девятый играет на ней О чем же ты думал, девятый Когда о любви ты запел В разведку уходят ребята В такую, что как на расстрел Все восемь уйдут с темнотою Все восемь погибнут к утру А ты им про чувство святое К соседке своей по двору Но слушают песенку все же И даже грустят в тишине Неужто соседки похожи На этой безвестной войне В палатке дощатые нары И восемь хороших парней В палатке играет гитара Девятый играет на ней Наберите сил еще две песни И потом отдыхаем Минут 15 Вот когда я пою Журналистские песни С некоторым таким цинизмом Там секретарша, не секретарша Конечно, во-первых, мы были более молодые А во-вторых, у меня есть такая бредовая теория Что человек, который занимался журналистикой Он может полюбить только журналисту Потому что остальные тебя не поймут Психа и дурака Но эта любовь будет ненадежна и не навсегда Потому что либо ты, либо она Закончат с журналистикой Петь и любить сердцем устало И не болит старода вне виной Разве бы она счастливо стала Рядом со мною, рядом со мной Не подойду, не потревожу Призраком счастья не оживлю Разве мы с ней были похожи Разве ее я нынче люблю Снова апрель, месяц печали Воздух прозрачен и дали пусты Разве вся жизнь так, что в начале Нашей любви, нашей мечты Остановлюсь, остолбенею Взгляда от прошлого не оторву Разве я знал, встретившись с нею Что я расстанусь с ней наяву Петь и любить сердце устало И не болит старода вне виной Разве бы она счастливо стала Рядом со мною, рядом со мной Сейчас у нас будет перерыв Примерно на 15 минут А перед этим я как бы почти завершу журналистскую тему На вторую часть, кстати У кого есть заявки Как мы обычно работаем Передавайте сюда Я с удовольствием Но у меня есть еще и не исполнил заявки с прошлого выступления Так что если даже не будет заявки Ничего страшного Но если кто-то что-то хочет, то передай Итак, третий плач специального корреспондента Может кто-то не тот Вот только еще несколько слов Это была опасная профессия Вот в советское время журналист была опасная профессия Ну почему? Потому что нам хотелось Вот что-то пойти против системы Что-то там, кого-то там под Кузьми Там еще что-то Вот я помню у нас был в Правде Собственный корреспондент в Ташкенте Голодков, помню, да? Голодков Это да И он что-то такое написал И его там первая секретарь ЦК компартии Узбекистана Кстати, тоже писатель Шараф Рашидов Он назвал его официально И в письме к Брежневу Враг узбекского народа Да Да Но наш главный редактор Виктор Афанасьев Он все-таки его оставил там в Ташкенте Но представляете Работать корреспондентом в Ташкенте В Узбекистане С кличкой Враг узбекского народа Другие ребята Помню Где-то у нас был в мое время Собственный корреспондент на Кубе Как его фамилию забыл На Кубе Ну ладно В общем, у него жена Кому-то в Москву Передала из Гаваны В банке кофе Какие-то там алмазы Да Он, скорее всего, и не знал Но, естественно, это все Нашли, да Его пришлось из правды выгнать Что он сделал? Он на своей Волге, да Разогнался, пробил набережную И утонул в реке То есть покончил жизнь с самоубийством Были ребята, ну, естественно, по пьянкам Многие горели Кто-то там, да Помню В Одессе кто-то там Кучеренко, помню Не Овчеренко, а Кучеренко Да По-моему, он что-то где-то напился Потом взял пистолет И пошел на балкон Тихонечко пострелять То есть это работа нервная Вот третий плащ Специального корреспондента Это о нервной работе Если даже газета живет один день Нам хуже мы вообще не живем Носим галстуки тень Наводя на плетень А в пивнушках баранки жуем Да солидный народ Да полпреды ЦК Аж министров берем за грудки Но они продолжают валять дурака Мы ж валяемся, как дураки Повалился один Повалился другой Третий пивом пролил за желе Кто-то выпил в посольстве Коньяк дорогой Отравился и взял пистолет От министра, как в прессе Его не зови Секретарша с женой не уйдут А попробуй добиться Удачной любви С гонораром за творческий труд Только есть и в газете Счастливые дни Величаво заходишь в партком Если свыше трехсот Это имеется в виду партийные вносы Там проценты одни Ты с другими навечно знаком Отдаешь свои пять или шесть или семь А потом в электричке пустой Едешь к бывшей жене Хоть без денег совсем Но доступный и очень простой Трехэтажная дача и теннисный корт Муж-министр с пелмелом во рту Критиканам привет Что голодный, как черт Покормлю за твою простоту И сидишь ты за кухонным белым столом А ситровый вкушаешь нектар Проклиная идейный родительский дом И наследственный творческий дар Но зато ты полпред Ты газетчик насквозь На партийном стоишь рубеже А жена тебе шепчет Возьми эту кость Мы трезора кормили уже Ну что, мы идем четко по графику Мы сегодня заслужили спокойнее, весело Серега, я сейчас тоже с вами выпью 15 минут отдыхаем И потом, все-таки мне немножко неудобно Не будем все грузить на журналистов А еще немножечко споем о разных войнах А в афганской и о чеченской Виталий Иванович, можно будет? У нас сегодня присутствуют легендарные люди Которые в Чечне спасали сотни наших Субтитры создавал DimaTorzok